Здравствуйте! Это программа в Центре Событий, в студии Снежана Журавлёва. Приезжие разнорабочие организовали на Сургутском кладбище странный бизнес. Они обворовывают одни могилы и за деньги благоустраивают другие. Пора расширяться. Департамент архитектуры включил реконструкцию Сибирского легиона в заявку на финансирование из бюджета 2018 года. Национальный армянский праздник Вардавар отметили накануне в Сургуте. На традиционные обливания ушло 15 тысяч литров воды. За последние годы в Югре в полтора раза увеличилось количество волонтерских организаций. Сегодня в регионе работают 230 таких объединений. Эти данные озвучили на заседании правительства округа. Власти автономии дали оценку исполнения поручений президента России Владимира Путина о поддержке волонтерской деятельности и реализации гражданских инициатив, направленных на решение экологических задач. Вклад Югры в эту работу имеет не только общенациональный, но и международный эффект. В качестве примера можно привести акцию «Спасти и сохранить», а также одноименный фестиваль. В этом году в мероприятие были вовлечены больше 580 тысяч человек из 88 стран мира. Всего же в регионе в 2017-м провели больше 400 акций экологической направленности с привлечением волонтеров. В них приняли участие около 40 тысяч человек, в том числе 5 тысяч добровольцев. Всего же волонтерский корпус в округе насчитывает более 10 тысяч югорчан. Инициативы общественников поддерживаются окружными грантами. С начала года уже состоялись два конкурса по распределению субсидий. Также сейчас в разгар летних каникул, как мы и договаривались, ранее ведется разноплановая работа с воспитанниками детских и оздоровительных лагерей по формированию в них экологической культуры. Это позволило нашему автономному округу войти в число 15 регионов страны, в которых будет создана при поддержке Минэкономразвития пилотная сеть ресурсных центров по развитию волонтерства. Увеличили финансирование. Власти региона внесли изменения в адресную инвестиционную программу ЮГРЫ. Размер средств, которые на это направили, составил 586 миллионов рублей. Таким образом, итоговый размер инвестиций составит более 7 миллиардов 700 миллионов рублей. В Департаменте экономического развития округа пояснили, что увеличение финансирования стало возможным благодаря оптимизации расходов на мероприятия некапитального характера госпрограмм. Решение направлено на повышение эффективности использования бюджетных средств автономии и повышение динамики проектов по строительству объектов инфраструктуры. Эти изменения позволят обеспечить завершение строительства в этом году 7 объектов дорог и инженерных сооружений. Для примера скажу, это школа искусств в Нягоне, это транспортная развязка, например, в Югорске, и из сферы ЖКХ можно привести пример станция безжелезивания в городе Нефтьюганске. Эти объекты очень важные, это объекты общественной инфраструктуры в этих муниципальных образованиях, их очень ждут люди в муниципалитетах. Кроме того, будет начато строительство очередного комплекса автомобильной дороги Тюмень-Междуреченский Урай, о востребованности которого говорят югорчане. Между тем, в Нягоне запустили в эксплуатацию новый асфальтобетонный завод. Возведение производственной базы обошлось компанией Ювис в 300 миллионов рублей. Как сообщает Юграньюз, в час предприятие производит около 240 тонн смеси. Этого достаточно, чтобы обеспечить все запланированные работы на городских и региональных трассах. Отмечается, что новый асфальтобетонный завод полностью отвечает международным экологическим стандартам. В частности, в нем функционирует современная система фильтрации. Благодаря оборудованию производство безопасно для окружающей среды. База оснащена аппаратурой, которая позволяет производить смесь самого высокого качества. Также компания Ювис приобрела новую технику, которая используется при строительстве и ремонте магистралей. Наш девиз – производить качественную продукцию и отвечать за эту продукцию своей собственной головой и своим собственным рублем. Поэтому мы сегодня нацелены больше на качество производимых услуг, а не на количество. Утвержден порядок единовременной выплаты, приуроченной к десятилетию детства, 25-летию Конституции и 825-летию первого летописного упоминания о Югре. 5000 рублей получат те жители округа, даты рождения которых начинаются с 1 января 1993-го. Выплата будет осуществлена в 2018 году. До 1 марта финансы получат те, кто состоит на учете в органах социальной защиты. Остальные югорчане, имеющие право на средства, получат их в заявительном порядке до 31 декабря. Нужно будет подать заявление через портал госуслуг с указанием сведения о факте и месте рождения в автономном округе. Период подачи заявления с 1 января по 30 ноября будущего года. Ничего святого, просто бизнес. В эти выходные сводный отряд сургутских казаков совместно с полицией выехал в рейд на городское кладбище для того, чтобы выявить рабочих вандалов. Общественники получили многочисленные жалобы от горожан по поводу того, что с могилок усопших родственников исчезают скамейки, столы и даже гранитные плиты. Дмитрий Подлесной расскажет подробнее. Значит, смотри, мы находимся здесь. Вы сейчас вот так вот объезжаете все, эти самые, стройучасток. Вот сюда едете все. И вот это вот ваши ряды от 10 по 17. В субботний летний день сводный отряд двух сургутских казачеств приехал с рейдом на городское кладбище. К патрулированию присоединились и представители полиции. Место встречи несколько необычное, но такой широкий фронт понадобился для борьбы с вандалами. На городском кладбище начали поступать жалобы от жителей города Сургута, что с могилок усопших пропадает инвентарь на могилке. То есть столики, столы, цветной металл, памятники, другое, ценные вещи. Только вот воруют с могилок не вандалы, забавы ради, а рабочие, которые из этого извлекают выгоду. Они предлагают сургутянам мелкие работы по уходу за последним пристанищем усопшего. Поменять столик, скамейку, обновить памятник. Конечно, о том, что гранит и цвет мет они берут не с завода, а с соседней могилки, эти люди не говорят. Массово это начало появляться буквально два года назад. До этого были единичные случаи, а вот массово уже... Как пытались вытеснить или вытеснить? Ну, пытались как-то своими силами справиться, но территория кладбища больше ста гектаров, это очень сложно. Не всегда люди дают заявление об этом, боятся последствий, что могут навредить на могилке. Отряд казаков поделился на четыре группы, и уже через 10 минут было первое задержание. Общественники заметили трех разнорабочих, на попытке поговорить, те ответили побегом в лес. Кросс по пересеченной местности беглецы не выдержали. При себе у многих не оказалось документов, с ними будет разбираться полиция. При общении с атаманом рабочие без стеснения говорят, что на кладбище приходят по определенным причинам. Что вы делаете на кладбище? Я вам говорю, что я иногда буду, вот без работы останусь, там на даче, видишь, иногда подойду, вот что-то... Но это неофициально, что что-то делается, потому что разбирают могилки, на другие ставят, занимаются вандализмом, а от этих денег зарабатывают. Буквально за один часовой рейд казаки обнаружили порядка 10 иностранцев, которые без определенной причины слонялись по кладбищу. Со всеми теперь отрабатывают сотрудники полиции и миграционной службы. Дмитрий Подлесной, Анатолий Метельченко, Сургут Интерновости. В Сургуте впервые прошел финальный смотр-конкурс профессионального мастерства лучшей по профессии среди звеньев комплекса по химической обработке скважин Сургутнефтегаза. Его участниками стали 6 команд, в составе которых операторы и мотористы цементировочного агрегата. О том, что входит в работу этих специалистов и кто взял главный приз, расскажет Антонина Новикова. Управление Сургутнефтепромхим – единственное предприятие компании, занимающейся химическим воздействием и обработкой призабойной зоны пласта. Ежегодно внедряются новые технологии по химическим обработкам скважин, увеличивается количество звеньев. Пришло время определить лучших работников на конкурсе профессионального мастерства. У нас отобрано из 13 звеньев 6 лучших звеньев, по 5 человек в каждом звене, которые сегодня будут представлять как раз именно свои флота. И покажут свои навыки, умения, как они производят, как работают со скважином, как производят химическую обработку пласта. Комплекс технологий, применяемых управлением, решает задачи по повышению коэффициента нефтеизвлечения из продуктивных пластов. Когда традиционными методами извлечь черное золото становится сложно, вторичные методы химического воздействия на пласт помогают извлечь оставшуюся нефть. Это позволяет сохранять достигнутый уровень добычи нефти. Специалистам в этом помогает уникальный комплекс по химической обработке скважин, позволяющий проводить закачку объемных многокомпонентных растворов в непрерывном режиме работы. Они настолько совершенны и настолько технологичны, с высоким уровнем автоматизации подачи химориагентов. Система автоматизации с учетом подачи химориагентов, которая позволяет это все сохранять, информацию о закачанных компонентах, суммировать это и выводить нам полностью в диаграммы. На выполнение практической части конкурсантам отвели по 20 минут. За это время необходимо было обозначить опасную зону, осуществить сборку и соединение к комплексу, обвязку установок, сформировать параметры процесса. Первая команда сдала всю работу досрочно. Справились за 13 минут. Нам норматив вообще дается, конечно, гораздо больше на подбивку этой линии в обычный рабочий день. А здесь, соответственно, время ограничено и погодные условия тоже сказали свое дело. Жарко? Мы в робе. По итогам конкурса победило звено номер 8 под руководством старшего оператора по химической обработке скважин 5-го разряда Степана Кожакария. Второе и третье место у звеньев номер 6 и 10, соответственно. Антонина Новикова, Виктория Дрягина, Анатолий Метельченко, Сургут Интерновости. В надежде на перестройку Департамент архитектуры и градостроительства включил в заявку на финансирование из бюджета города по муниципальной программе молодежная политика реконструкцию Сибирского легиона. Сегодня вместимость одной смены центра спортивной подготовки 100 человек, но спрос на военно-патриотический лагерь у юных сургутян гораздо выше. Как будет выглядеть легион согласно новому проекту, если деньги на работы все-таки выделят, знает Дарья Давыдова. Тренер центра спортивной подготовки Евгений Долгушин, можно сказать, вырос в Сибирском легионе. 11 лет назад он начал приезжать на Барсову гору просто на летние смены, затем отучился по направлению и трудоустроился в ставший родным лагерь. Рассказал нам, что за это время в центре спортподготовки не изменилось практически ничего. За 11 лет первый казарм нисколько не изменилось, как там все было. Спортзал точно тоже так же, то есть максимум линии на полце добавились и все. Ну, действительно нужна перестройка, то есть что-то в новое, потому что это как бы все старое. В следующем году Сибирскому легиону исполнится 20 лет. Капитальных работ тут и вправду ни разу не проводили, только косметические. А здание столовой, например, 1989 года. Спортивный зал выполняет и свою прямую функцию, и функцию актового для проведения торжественных мероприятий. Не отказались бы в ЦСП и от новых казарм. Когда весной идет формирование очереди на летний отдых, то достаточно быстро заканчивается вот этот перечень свободных мест в лагере Барсового гора. Только очередь открывается, и она уже сразу заполнена, и остальные желающие встают в резерв. Больше ста человек в Сибирском легионе принять не могут. Здесь строго соблюдают нормы Санпина, и для сверх количества курсантов в казармах просто не хватит места. Спрос, между тем, превышает предложение почти в два раза. Например, на первую смену в этом году претендовали 170 человек. Ребятам здесь нравится все, ведь едут они сюда за военно-полевой романтикой, а не за пуховыми перинами и шведским столом. Я считаю, что данный лагерь в реконструкции не нуждается. Детям здесь вполне комфортно, даже отлично. Здания все соответствуют нормам, требованиям. Здесь всем очень хорошо. В казармах очень уютно, чисто. Проект реконструкции Сибирского легиона был составлен еще в 2014 году фирмой из Екатеринбурга. Согласно нему, в ЦСП должна появиться казарма на 150 человек, столовая на столько же мест, спортивный зал на 300 атлетов. Если деньги на ремонт учреждения не выделят в ближайший год, то документ придется переделывать. Он уже не будет соответствовать нормам санитарного и пожарного законодательства. И 18-19 год стоит в плане, в программе, и как бы заявку Департамента архитектуры и градостроительства подал бюджет на 18-19 годы. Как дальше будут развиваться события? Но я думаю, мы увидим в сентябре, в октябре, потому что это выносится на Думу города и потом решение наших домцев. Конечно, если депутаты утвердят выделение средств на реконструкцию Сибирского легиона, ремонт в нем начнется следующим летом, работать Центр спортподготовки не сможет. Но, вероятно, стоит немного подождать, чтобы учреждение, воспитывающее патриотизм и настолько популярное среди юных сургутян, получило для них же новую материально-техническую базу. Дарья Давыдова, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Привели в порядок. В минувшую субботу неравнодушные югорчане провели масштабный субботник на Барсовой горе. Уникальный археологический и природный объект убирали жители Барсова, представители «Единой России», «Молодой гвардии», администрации поселения и мэрии Сургутского района, а также добровольно-поисковый спасательный отряд Югра. Вооружившись перчатками, граблями и мешками для отходов, активисты собирали мусор на четырех участках за улицами Лесная и Сосновый Бор, а также на прилегающих территориях к базе отдыха «Олимпия» и Центру спортивной подготовки «Сибирский легион». Всех утомляет именно за мусорность нашего поселения, за мусорность вокруг зон отдыха, потому что Барсова гора, она не принадлежит одному поселку, она принадлежит району, она принадлежит округу, а активно все мусорят, а убирается, к сожалению, очень редко. Общественники к субботнику отнеслись ответственно. Для крупногабаритного мусора предусмотрели самосвалы, которые предоставила администрация. Добавлю, что неравнодушные жители пересчитали количество несанкционированных свалок, которые предприимчивые люди организовали на территории Барсовой горы. Их оказалось больше 20, поэтому активисты решили устроить целую серию экологических мероприятий, причем технику в помощь будут привлекать регулярно. Какая-то сообщность должна не только отдыхать, но и убираться и за собой, и за другими. В память о герое. В Сургуте по инициативе региональной общественной организации ветеранов ВДВ и войск спецназа открыли памятник Герою России Александру Маргелову. Это сын Василия Маргелова, олицетворяющего эпоху развития и становления воздушно-десантных войск. Постамент Маргелову-старшему в Сургуте с недавних времен уже есть. Теперь рядом стоит еще и памятник Александру Васильевичу. Знаменит он тем, что в 1973 году десантировался с самолета, находясь внутри гусеничной боевой бронированной машины. Фактически он был испытателем парашютно-платформенных средств и реактивных систем, за что получил звезду Героя России, правда, спустя уже 20 лет. На церемонии открытия памятника присутствовали представители администрации и думы города. Завершился торжественный момент минутой молчания, залпами из автоматов и возложением цветов. Александра Васильевича не стало в прошлом году. Ему было 70 лет. Он знал, что в Сургуте готовится установка памятника в его честь и успел дать добро. На церемонию открытия в Сургут приехала вдова Героя Лидия Константиновна. Она назвала всех активистов, приложивших руку к открытию монумента, братьями по десантной крови. И сердечно поблагодарила за первый в России памятник Александру Маргелову. Особая благодарность еще всем ребятам, которые служили в ВДВ. Никто, кроме нас. Это наш релиз. Я благодарю. 15 тысяч литров воды обрушилось на голову сургутян. В историко-культурном центре Старый Сургут в третий раз отметили один из любимых армянских праздников – Вардавар. Кроме традиционных песен и танцев, апогеем торжества является обливание водой. Не вышли сухими и Сергей Коликов с Екатериной Любешевой. Дословно Вардавар переводится как «розы и вода». Все-таки несправедливый народ. Сургутские армяне. Розу подарить не подарили, а вот облить облили. Другим моим коллегам, тем самым, что меня облили, повезло больше. Паленькому цветочку им презентовали. Дарить красные розы в этот праздник – священная традиция. Обливают армяне, кстати, тоже не только смеха ради. За каждый ушат, вылитый на голову, надо благодарить. Таким образом, человеку желают счастья и здоровья, а также избавления от негативных мыслей. Сегодня привезено порядка 15 кубометров воды, 15 тысяч литров воды. Мы подготовили также бассейны, ведра, для того, чтобы любой желающий, вне зависимости от того, что он пришел с ведром, пришел без ведра, смог вот так порадовать нас. Вода стоит с утра, уже более-менее теплая, но освежает. Вообще-то обливания должны были начаться на час позже, но жара и найденные в кустах тазики сделали свое дело. Кто успел, замотал свои гаджеты в целлофан. Кому не терпелось выложить все в соцсети здесь и сейчас, распрощался со своим телефоном. В воде все равно, сколько он стоит. Также одинаково намокают как хлопковые футболки, так и дорогущие пиджаки. Но, как ни странно, никто не в обиде. Как ощущения? Отлично. Как праздник, как веселье? Нормально. От такой жары как раз праздник, хороший праздник. Хорошо, отлично. Я три года пыталась на него прийти, наконец-то пришла. Подготовленные. У ребенка у своего забрала. Вообще круто. Очень нравится. Вообще этот праздник надо почаще сделать. Нравится то, что очень много людей на тебя лезет, и ты тоже можешь обливать водой, как водичка холодная. Празднику Вардавар более 4000 лет. Корнями он уходит в язычество, а после перешел и в христианский календарь. По-другому он называется праздник преображения Господня и очень любим армянами. Но, как показывают такие мероприятия, другие народы присоединиться к веселью совсем не прочь. Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Сургут, Интро Новости. Это все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Всего вам доброго и до встречи. Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. Включи «Лав-радио» твоей мечты. Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пазмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, прессированные, рулонные. Компания «Жалюзи». Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Метросеть. Это только максимальная скорость. Интернет на 1 гигабит в секунду. 150 телеканалов в комплекте. Всего за 750 рублей в месяц. Подключайтесь. www.metrodefisset.ru Окунитесь в приятную атмосферу новой летней террасы «Шеф Дымков». И попробуйте потрясающее сочное мясо, приготовленное на угля. По будням с 12 до 15 скидка 20% на все меню. Телефон 94 40 49. Только в эфире «Лав-радио». Доброе утро! Утренние красавцы Курочкин и Соколов помогут тебе проснуться с удовольствием. Каждый будний день с 7 до 11 утра. Включай «Лав-радио». И о погоде на 25 июля. Здравствуйте в студии Алена Раковская. Во вторник большая часть среднего приобья будет находиться в области повышенного атмосферного давления. С преобладанием солнечной и сухой погоды при температурном фоне теплее положенного для июля. Исключением станут запад и восток югры, где в зоне циклонов небо будет хмуриться и брызнут дожди. Ночью в Сыргуте и окрестностях переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13-18. Утром в городе и окрестностях переменная облачность без осадков. На столбиках термометров 20-23 градуса тепла. Днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура плюс 24-29. Закупайтесь с выгодой и впрок. В новом магазине «Домашний погребок». Современные дистилляторы, бочки, специальная стеклотара, расписные и простые самовары, изделия Кольчугинского завода. Цены доступны. Новый «Домашний погребок». В торговом центре «Богатырь» по улице 30 лет Победы 66. В магазинах «Домашний погребок» скидка 10% на 3 товара в чеке. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 мм ртутного столба. Карапуз заявляет прямо, не увиливая, как это любит реклама. Распродажа должна быть честной, двухколесной и повсеместной. Велосипедная распродажа уже в Карапузе. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам солнечного настроения. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова